Всех приветствую на своем канале. Это видео-пост посвящено обзору ноутбука, который я купила на днях. Если бы в связном продавали новые, неюзанные, неизвестные кем смартбуки, то у меня бы не случилось этой покупки. Но, к сожалению, я хотела куда-нибудь съездить, но спасибо связному, что не продают бэушную технику, мне пришлось не куда-нибудь съездить, а в DNS и купить ноутбук. Две недели мы его юзаем, а потом у него будут гарантии. Я очень надеюсь, что с этим ноутбуком, вообще надо было сразу покупать ноутбук, а не смартбук. Мы будем жить долго и счастливо. Он не будет завидовать моим подписчикам. Да, мой хороший? Он будет вести себя, как и подобает хорошему, отличному ноутбуку с Windows 10 Pro. О, и что ж, приступим. В общем, вот в такой коробочке. Очень классно упакованный. Был у меня ноутбук. Скажу еще что. Очень отличается процесс активации Windows 10. Если вы покупаете ноутбук в связном, то там вы можете найти какие-нибудь файлы совершенно левые, какую-нибудь музыку и тому подобное. А если вы покупаете ноутбук в DNS, да, кстати, стоило это счастье 16999, грубо говоря, 17000 без рубля, то вы получаете совершенно новый ноутбук, который вы сами активируете. Когда я говорила с продавцом, мы поняли друг друга, что я активирую сама. Вы сами активируете, и у вас не будет никаких совершенно левых фотографий. Это у вас будет совершенно новый ноутбук. Рабочий. Без грюка. В общем, он очень хорошо был упакован. При мне его упаковали в пенопластик, который... Вот тут пенопластик слегка отличается от того пенопластика. Вот такой вот он. Там еще такой же. И еще несколько пакетиков. И сам ноутбук у меня был при мне упакован вот в этот пакетик. Возвлечье от того хамского отношения с весном, которое было 7 марта с его гора. Ведь именно 7 марта я купила себе смартбук Prestigio. Я подозреваю, что Prestigio сам по себе неплохой. Но если бы он был новым, он бы был хорошим. И служил бы намного дольше. А тут вот отдел подзарядку. Все это, конечно, делается в Китае. Ну, как бы в нашей жизни уже давно практически все делается в Китае. Но есть китайское говно, которое даже для китайцев говно. И делается специально говяным. Как, допустим, я поняла, это, допустим, Ирбис. Потому что мой выбор сначала пал на либо Ирбис, либо Леново. Но мы посоветовались с продавцом. И поняли друг друга, что именно для тех нуж, которые мне нужны, для которых я покупаю, которых я решилась купить ноутбук, подходит мне именно Леново. В общем, тут у нас что, сделано в Китае. Сделано оно у нас. Привезено в магазин оно 17.07.2018 года. Тут у нас 32 гига сам винт. И, в принципе, вы можете вставить флешку до 32 гигов, насколько мне известно. Память тут 4 гигабайт. Так, Герц у нас 1,1. Intel Celeron N3350. Потом Intel Insight, соответственно. Да, и я обновила драйвера на Intel, на сайте Intel. Потом Energy, Energy Star. Кстати, у меня это Energy Star также была наклейкой, до сих пор, по-моему, есть. На моем маленьком нетбуке, который Asus, который я покупала еще аж в мае 2011 года. Вот он. Если его раскрыть, то здесь тоже будет Energy Star. Так-с, берем пока его сюда. Тут у нас, видимо, номер, по которому можно заменить, поменять или что-то такое, или вдруг кому-нибудь приспичит какой-нибудь аккумулятор. Потом, что же я тут еще начитала. Так, диагональ у нас тут 14 дюймов. На том у меня было, по-моему, 10,1. Он был чуть побольше Asus. Но это нетбук. В общем, у меня был смартбук, но его больше нет. Как бы он есть, ну, его на 45 дней взяли на тестирование. Я очень надеюсь, что у людей из Престижа будет совесть и мозги, и они мне заменят все нерабочие детали. А там, по-моему, все не работает. И за свой счет. И вернут уже в рабочем состоянии. Так, Windows. Ось, короче, у нас тут была изначально Windows 10 S. Доллар, которая S. И та самая Windows 10 S, на которую вы можете поставить только те программы, которые есть в Windows магазине. Ну, если вы хотите поставить программы вне Windows магазина, то, как в моем случае, вам компьютер предложит обновить, пожалуйста, бесплатно до Windows 10 Pro. Тогда можешь ставить что угодно из проверенных источников. И в Windows 10 Pro уже так же, как в Windows 10 S, вшит отличный антивирус. Ну, если вы хотите, можете поставить, допустим, как я сегодня сделала, он у меня, этот же антивирус, в то время стоял на алкотельной, на ведроидном смартфоне. В смартфоне, андроидном смартфоне, хорошо. Модели, имя точнее модели, 81A5, ноутбук IP, бла-бла-бла, серия такая-то, номер такой-то. Ну, и батарея такая-то. И вес у него 2 килограмма 56 грамм. Вообще, сделан он у нас, не поверите, 11 марта 2018 года. И что у нас тут еще есть, помимо прочего? Ну, и да, активация идет, конечно же, через интернет, как мне сказали, и ключ уже вшит прямо вот сам интернет. Ну, в магазин он поставился, я так понимаю, 23.06.2018. Ну, то бишь, как бы, в конкретный магазин, в наш он поставился, точнее, в тот магазин, который доехал до нашего, он поставился в основной, допустим, в московский 23.06, а в наш он приехал уже 17.07. Тот, который на Бахарева. Intel Insight, десятка. Товар, портативный компьютер для личного и служебного использования. Lenovo, Ideapad, 120S, 14 и AP. Страна изготовления, Китайская Народная Республика. Фирма-изготовитель Lenovo, которая находится, как бы, в Китае. Уполномоченный Lenovo по вопросам подтверждения соответствия и рассмотрения претензий на территории стран ТС-300. Lenovo, Восточная Европа, Азия. Москва. Срок годности 4, срок службы, точнее, 4 года. Я думаю, что мы с ним проживем дольше намного, вместе, в любви и счастье. И я просто в нем уверена, что он шикарная вещь. Хотя раньше я считала, что Lenovo одно. Ну, просто у одной моей знакомой был ноутбук Lenovo, хотя он прожил у него лет 5 или 6. Учитывая, как она с ним обращалась, я думаю, у нее бы любой ноутбук периодически умирал. Что ж, теперь приступим к обзору самого ноутбука. Ну, в общем, вот у нас тут зарядное устройство. Вот такой вот блок питания. Довольно приличным по длине проводом. И если нужно его, допустим, свернуть, то тут вот есть вот такой прилепленный типа лента скотч. Такая прилипающая лента. У меня подобная лента была на костюме, который как бы горнолыжный, но такие зимние штаны на самом деле. В общем, вот такой вот у нас тут зарядное устройство. И вот сам наш ноутбук. Я его пока закрою, потому что он все равно в состоянии сплю. Такой вот серебристый минерал Lenovo. Вот здесь, такой ближе к матовому, вот здесь вот у нас глянцевый серебристый металл. А тут у нас более светлый, матовый, серебристо-серый, скажем так. Так, да, вот тут у меня жопка от мышки, которую мне подарил подписчик Денис. Не знаю, смотрит он меня сейчас или нет, потому что знаю, что он дважды, года два, может, уже назад стал папой. И как бы, я так понимаю, он очень заботливый папа, ему не до Ютуба. Но за мышку ему, конечно же, большое спасибо. Правда, я пока так и не настроила. Он у меня и на Линуксе она была, на Компе, и вот с этим сейчас вот эти клавиши. В общем, тут у нас Lenovo, бла-бла-бла. Не поверите, сделано, собиралось, видимо, оно в Словакии все-таки. Ну, не знаю, тут, короче, и китайский, но написано еще и Словакия. Может быть, изначально Lenovo и Словакии? Если вы более осуществлены, чем я, то напишите мне, пожалуйста, в комментах. И что мне нравится, у них сначала идет вот какая-то функция, когда я только активировала, оно сначала шло на китайских этих канзи, точнее иероглифах, а потом тут же переходило на русский. В общем, номер модели, все то же самое, как вот и на коробочке. Тут у нас есть колонки, вот эти вот. Тут у нас такие мягкие подушечки, на чем он ставится, четыре такие. Здесь у нас включение. Тиша не вздумай, грызть эту коробочку. Ты уже погрыз то, что тебе не надо. Тут у нас дырочка для включения. Две USB дырки, вот с этой стороны, потом, видимо, чтобы подключать к телевизору, но у меня телевизора нет. И еще какой-то разъем, больше похожий на microUSB, но более такой широкий. Я пока не поняла, для чего он. И тут у нас горит огонек, как бы подтверждающий, когда вот вы воткнете его в сеть. Вот это сюда, а вот это туда, то он загорится. Здесь у нас вторая как раз USB-шка, в которую воткнута хвостик от мышки. Дырочка под наушники, либо микрофон, про гарнитуру. Дырочка под микрофлешку, которая как раз воткнута, она у меня на 16 гигов тут. А еще дырочка на перезапуск, если вдруг чего-то вам захочется. И эта дырочка, как показывала инструкция, кстати, вот здесь есть маленькая инструкция в коробочке, я уж не стала ее доставать. В общем, там как бы написано, что, зачем, почему, и эта дырочка, кнопочка отвечает за BIOS. В общем, я тут открыла. Я открыла, и он у нас засветился. У него, хочу сказать, в отличие от смартбука престижево, насчет того, что, наверное, все-таки смартбуки, они как действительно, это между смартфоном и планшетом, что-то такое. У него клавиатура довольно нормальная, полная, считаю, клавиатура. Конечно, нет тут циферок, но мне эти циферки таким, как бы, калькулятором и не нужны. Я на компьютер это их не особо использую. Ну и, в принципе, они как бы на компьютере, может быть, больше нужны. Тут клавиши, сами по себе, слегка побольше, чем моя клавиатура из DNS-а, этой фирмы DNS-овской, не помню, как ее звать. Ну, короче, клавиши тут слегка больше, чем клавиши на моей клавиатуре от компьютера. Очень удобное расположение букв. Допустим, в престижево буква E была практически рядом с клавишей выключения. И чтобы добраться до буквы E или еще до чего-то, надо было попрыгать с бубном, нажимая на FN. Вот он у нас поток, ибо я никуда не вошла. Вот здесь вот клавиша выключения. Конечно, я сначала немножко меня оттолкнула, это когда я выбирала ноутбуки в DNS, я смотрела, что есть. Там довольно много всяких разных Lenovo, и подороже, и подешевле. Ну, по-моему, подешевле все-таки, может, и были, я не помню, если честно. Но, может, и были что-то такое. Да, вот тут эта наклеечка у нас, Intel Insight. И вот эта клавиша. Я сначала подумала, что вот эта клавиша здесь, значит, буду я ее задевать, как на той клавиатуре. Но клавиатура тут больше, она, в принципе, я считаю, не то чтобы более полная, она действительно полная, полноценная клавиатура. И тут все, как бы, хоть и написано, что белые буквы и те и другие, но они довольно понятные. И, в общем, тут у нас и Escape, и все, что можно. И вот сейчас мы нажмем на Escape. И вы увидите, что, кстати, вход в винду, конечно, можно настроить или на пароль. Но я активировала и ту, и другую винду. Тут я не то чтобы активировала, ту частично активировали, но подстраивала под себя через свой аккаунт на Skype. В общем, тут у меня аватарка, которая у меня стоит, как бы, в Skype. Да, вот я тут фоном. Как раз вот на фоне того фона, который делал Хадзи Кун, из той манги, что я перевожу, вообще-то, его томики манги. Им купленные его томики манги. Правда, в общем, так получается, что у нас вкусы одинаковые. Вот тут сменилась эта заставка. У нас сейчас 2 часа, 25 минут, воскресенье, 19 августа. У Женьки Поворухиной внезапный день рождения. Какая у меня отличная память на даты, особенно людей, с которыми я уже не общаюсь. Но мы ее не будем поздравлять, потому что, я думаю, ей, наверное, было бы неприятно, если бы я ее поздравила с днем рождения. Короче, в общем, нажимаете на Escape, вводите пин-код либо пароль и заходите в винду. Я, пожалуй, наверное, сейчас введу этот пин-код. И вот как раз тот самый антивирус, который что-то хочет от меня, и, наконец-то, он засканировался. Который я поставила, и вот вы сейчас увидите, я его вам рекламлю. Он у меня раньше стоял на телефоне. Правда, на маломощных смартфонах он много как бы жрет, этой самой памяти или еще чего-то ресурсов. Но здесь он, в принципе, да. Будто ему почему-то не нравится программа, которую я ставила вместо Movavi. Потому что ребята из Movavi мне сначала ответили, а потом у них, видимо, выпали в выходные. Может быть, они в субботу, в воскресенье не отвечают на вопросы о Help Me от своих потенциальных клиентов. Ну, и как бы исправить. Ну, а видемикс, демикс, точнее, он как бы что для линукса, что для винды. Он совершенно, может быть, для каких-нибудь извращенцев он и подойдет для монтажа. Вот мне он не понравился. Завершено. В общем, вот такой вот замечательный себе компьютер я приобрела чисто для работы с Wacom-планшетом, который у меня где-то тут лежит. Возможно. Возможно, где-то тут лежит. Да, он где-то тут лежит. Конечно, камеру Logitech пришлось подключать с бубном и ставить дрова. Вот здесь уже указаны внутри вот этой коробочки ссылка на дрова и регистрацию, чтобы соединить ежа и ужа и получить метр колючей проволоки. В общем, покупала я раньше престижа исключительно, чтобы работать, делать клин вот на этом планшетике. Как я уже говорила в одном из стримов, по-моему, в пятничном позавчерашнем уже можно сказать. Если бы не Хадзикон, я бы не купила ни планшетик, ни уж тем более ноутбук с виндой. Конечно, вы можете сказать, что можно поставить винду сюда. Но он слабенький, и фотошоп бы не потянул. Да и вообще после того, как сюда приехал Linux, винда как-то не очень хочет на нем жить. Можете сказать, что можно поставить винду, допустим, на виртуалку. Но тоже как-то больно геморно. А с Вайном я не дружу. И даже дружить не собираюсь. И пытаться больше дружить с ним тоже я не собираюсь. Поэтому я решила, что... К тому же его можно взять с собой в деревню. Хоть он чуть и побольше, чем мой предыдущий. Он смарт-бук. Но зато у него полноценная нормальная клава. В общем, я вам очень рекомендую ноутбуки. Lenovo, особенно вот эта вот модель. В принципе, вы можете купить себе системник. Но надо будет покупать монитор, плаву, мышку и прочее. Хотя здесь я сижу вот с мышкой. Но с другой стороны тут полноценный такой тачпед. Левые правые клавиши. И они даже слегка нажимаются. Как бы будто бы сами даже вниз так впадают. Нажимаются при нажимании. Мы его, пожалуй, сейчас закроем. Ну и при правильном отношении с виндой и ноутбуком, винда вам прослушать намного дольше, чем, допустим, ранее. Лет так 10 или 8 назад та же хрю. XP. Допустим, восьмерка, семерка стартер. Хотя семерка стартера у меня долго жила. Пока я в 2014 году не поставила туда немножко криво. Пока еще училась лубунту какую-то. В смысле, кого-то из Линуксов, из семейства Линуксов. И еще чего-то захотела. В общем, долго он у вас будет жить и счастливо. И вас радовать, и сам радоваться, что он с вами оказался. В общем, вот такая у меня так покупочка. Вот такой у меня компьютерный обзор. Всем спасибо за просмотр, если осилили это до конца. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok